Всем привет! Приветствуем вас на Mobius 2022. И сегодня у нас еще один прекрасный доклад. Мы представляем Александра Соколинского из компании Ice Rock. Всем привет! Да, и Саша нас потрясет интересным докладом про KMM, почему KMM не кросс-платформа. Прежде чем мы начнем, обратите внимание, пожалуйста, на QR-код на слайде. У нас не будет живого микрофона, поэтому, пожалуйста, все ваши вопросы пишите в чат. Если у нас останется время, мы зачитаем самые интересные. Остальное будет в дискуссионной зоне. Если времени не останется, сразу идем с вами в дискуссионную зону, и спикер весь ваш. Ну что, Саша, готов нас потрясти? Да, готов. Передаю тебе слово. Всем привет! Меня зовут Саша. Я работаю в компании Ice Rock. Наша компания занимается разработкой приложений KMM. Как раз мы аутсорс-компания. И поэтому, с точки зрения нашего опыта, который у нас большой, до этого мы использовали Zomarin, React Native, Flutter. И с точки зрения, в том числе, этого опыта я расскажу о том, чем KMM фундаментально отличается от этих технологий. Ну, из названия понятно, что мы поговорим сначала о кросс-платформе, а потом о котлен-мультиплатформе. И сначала посмотрим, какая польза есть от подхода к кросс-платформе, а потом, какие есть подводные камни. Здесь, в принципе, ничего нового не будет, но мы здесь долго и не будем останавливаться. Затем посмотрим, какая концептуальная новизна с точки зрения философии у котлен-мультиплатформ. Как это реализовано с технической точки зрения и как это конкретно можно применять. Ну, начнем с кросс-платформе. По сути, идея такого подхода неплоха. Нам обещают создать какой-то магический фреймворк, рантайм, под который мы можем написать приложение и потом запустить его на всех платформах. Вот. В общем, это хорошая идея. Она дает нам отсутствие дублирования кода. Из-за этого у нас сокращается бюджет или время. Меньше нужно разработчиков. Вот. Но, несмотря на то, что он так красиво звучит, как всегда есть но и есть подводные камни. И подводные камни — это то, что гибкость кросс-платформенных решений она всегда будет меньше, чем гибкость нативных решений. Потому что, ну, как минимум используется отдельный стэк, отдельная СДК, которая не заточена под конкретную платформу. А в нативном подходе используется именно то СДК, которое заточено под эту платформу. Из этого следует иногда, что меньше производительность у нашего решения. Это может быть из-за каких-то прослоек или же просто из-за того, что у нас нет доступа к каким-то оптимизациям. Вот. В некоторых решениях бывает несоответствие UI, UX, что, ну, не очень нравится пользователям. И я, когда сам пользуюсь приложениями, мне это тоже очень не нравится. Ну, и получается, что разработчиков меньше, но на одного разработчика необходимо больше знаний. Все равно, когда разрабатываются сложные кросс-платформенные решения, все равно необходимо знать Android и iOS, и еще наш третий стэк, что, конечно, непросто. И может создавать трудности везде, даже, например, при найме работников. Ну, и еще один минус – это отсутствие возможности развиваться вне фреймворка. Этот минус, он проявляется, когда разработка уже идет долго. У нас появляется все больше всяких фичей, которые не укладываются в концепцию кросс-платформы. Мы не хотим что-то шерить. Мы хотим, может быть, какой-то модуль написать нативно, но зачастую нам приходится изобретать, как это сделать в кросс-платформе. Но основные два минуса, которые я выделил, это то, что гибкость меньше и отсутствие возможности развиваться вне фреймворка. И именно с этими минусами в основном KMM борется. У нас получается такая ситуация, что вот с одной стороны у нас есть наш магический фреймворк, который дает нам все плюсы и преимущества, не дублирование кода, трудозатраты сокращаются. С другой стороны, этот же фреймворк уменьшает гибкость нашего приложения и отбирает у нас возможность развиваться как самостоятельное нативное приложение дальше. И что с этим можно делать? Ну, например, просто избавиться от этого фреймворка, как делает KMM. И сейчас расскажу в целом, что такое KMM. Это одно из направлений такой технологии Kotlin мультиплатформ. В целом, эта технология поддерживает намного больше платформ, чем Android и iOS. Она уже сейчас, можно с помощью нее писать и JS-ные приложения, и даже на Node.js можно писать. Еще есть Kotlin WebAssembly. Можно писать приложения без GVM под Windows, Mac OS и Linux. Они будут компилироваться прямо в ассемблерной инструкции и прямо там исполняться. Но это все сложно сделать, технология достаточно нова, поэтому упор берется сейчас именно на KMM, как на самое востребованное направление. И с недавнего времени KMM в бете. И кого-то это может отпугнуть, но у Kotlin своя система стабильности, которая означает не то, насколько надежный какой-то компонент. Стабильность бета означает то, что будут какие-то изменения, возможно, миграции по мере развития технологии, но команда постарается их минимизировать. До этого была стабильность альфа, и это значит, что вообще все могли менять. То есть стабильность, в принципе, относится только к стабильности API-шек, а не к стабильности технологий. Я сказал, что KMM за собой фреймворк никакой не тянет, но как же тогда мы будем писать наши общие приложения и запускать их везде? Ответ в том, что мы не будем писать общие приложения. Вместо этого мы будем писать общие библиотеки, которые дальше уже приложение наше платформенное, нативное, будет инициализировать. То есть сама библиотека не знает ничего о среде, в которой она будет запущена. И оттого нет проблем с тем, что разные API-шки есть на разных платформах, разные лайфсайклы и так далее. И в этой библиотеке может много чего храниться. Ну вот тут статистика, которая проведет опрос разработчиков, кто что шерит. И шерит работу с сетью, работу с данными, какую-то логику, еще много логики. И вью-модели шерит. Об этом мы тоже поговорим. Итого у нас в общей библиотеке может много чего быть, но основной фокус при этом у нас все равно остается на нативных приложениях. И это порождает совершенно новую философию шеринга кода. Пиши один раз, запускай везде. Это философия, которая у кросс-платформы, а у КММ это выноси общий код с умом. Какую-то часть кода, которую мы сами посчитали нужным, мы выносим, а ту часть кода, которую мы не захотели выносить, мы оставляем прямо в приложении. Например, мы в iSrog пишем UI полностью нативно, и у нас UI, там иконки появились на SwiftUI, на React, на Compose пишется. Тут еще веб-платформа, потому что тоже это поддерживается. Кроме UI, есть еще какие-то, как я упомянул, экраны, которые не укладываются в кросс-платформенный подход. Их мы просто пишем нативно, не используя эту технологию. Библиотека, она просто библиотека, туда не обязательно все выносить. И упор идет именно на эти приложения. Из этого следует, что гибкость при работе с разными API сравнима с нативной, потому что мы прямо нативные API используем там, где нам это надо. У нас нет какого-то обобщения. Ну и давайте рассмотрим кейс. Например, если мы ничего не выносим, у нас есть нативные приложения только все время, может быть даже два нативных приложения или одно нативное приложение. Ну и что нам нужно, чтобы начать использовать КММ? Из-за того, что это просто библиотека, мы можем просто в какой-то момент начать выносить общую логику какую-то. Не обязательно для этого переписывать все наши приложения и просто дальше потом подключить остальные платформы к этой библиотеке или вообще разработать новые платформы, имея на основе эту библиотеку. Мы в iSrock активно этим пользуемся. У нас бывают приложения, которые стартуются чисто как iOS, и потом туда быстро добавляется Android. И наоборот, когда стартует андроидное приложение, туда быстро добавляется iOS. Из этого следует тоже плюс подхода от библиотеки, а не фреймворка и какого-то общего приложения. То, что никогда не поздно начать. И когда я говорю никогда, это действительно никогда, потому что сейчас я работаю на проекте, который пять лет писался нативно. Там до сих пор есть Java, Rx, но мы не унываем все равно новую функциональность, выносим в общую библиотеку, при этом выигрывая большое количество времени при разработке новых фич. Итого, что нам дает избавление от единого рантайма. Давайте вспомним, что у нас плюсы были кросс-платформы. Это не дублирование кода, ну вот это все. И сравним это с тем, что есть в KMM. В KMM сохраняется то, что код не дублируется, только дублируется тот код, который мы сами хотим, чтобы он дублировался. Бюджет и время также сокращаются. Но вот пропадает пункт, что штат разработчиков сокращается. Почему так происходит? Потому что KMM признает различия между платформами и не говорит, что один разработчик должен знать все. У нас есть как нативные разработчики под iOS, так и нативные разработчики под Android. И они выполняют свои задачи в рамках своей платформы, потому что только нативный разработчик лучше знает, как нужно на этой платформе работать. Но это же является и плюсом, а не минусом, потому что теперь у нас нет требования для разработчиков, чтобы один разработчик знал сразу три фреймворка у каждого своей особенности, и каждый нужно хорошо знать, чтобы разрабатывать. Теперь нужно знать один фреймворк, это Android или iOS. Для особо смелых это может быть и два фреймворка. Но даже если iOS-разработчик захочет писать общую логику на Котлине, ему надо будет просто выучить язык. Это намного легче, чем учить фреймворку, у которого свои особенности, своя работа и так далее. Поэтому этот пункт, он очень сильно помогает разработчикам, снижает их зону ответственности, и в том числе при нами легче искать людей, чем на кроссплатформенные технологии. То есть преимущества кроссплатформы, как мы видим, они в целом сохраняются. Теперь поговорим про недостатки. Вот у нас были недостатки, и основные два — это то, что меньше гибкости, и мы не можем развиваться вне фреймворка. Если мы посмотрим, как в KMN с этим делаем, то гибкость такая же, как у нативного приложения, потому что API мы можем удобно использовать, и как я покажу как раз дальше. Производительность, она тоже сравнимая с нативной, и я покажу тоже, почему прямо дальше. UI, ну UI он прямо нативный, мы пишем UI, просто используя виджеты, которые на платформе приняты. И разработчик отвечает только за свою платформу, ему теперь не надо заботиться о других платформах. Конечно, завязки на фреймворк нет, потому что мы видим, что это библиотека, библиотеку можно подключить, можно что-то сделать без этой библиотеки, как я это говорил. Давайте посмотрим, как это под капотом устроено, как мы это всего достигаем. Вот фреймворка у нас нет, но эта наша библиотека, она как-то попадает на целевую платформу, безо всяких специальных промежуточных действий, она как-то используется, и я даже могу показать, как она используется. Вот пример из нашего приложения простой. Вот видно, это свифтовый код, вот это вот котленовский класс обычный, вот это котленовские параметры, и мы прямо из свифта можем использовать весь котлен-код, можем его вызывать. Вместо этого класса, например, это просто какой-то общий класс для всех зависимостей нашей общей библиотеки, но вместо этого класса здесь может быть вью-модель или что угодно. В общем, мы все к декларации котлена можем вызывать из свифта. И вот так эта декларация, собственно, на котлене написанная выглядит. Как у нас это работает? Как так получается, что мы видим весь код котлена из свифта? У многих есть заблуждение, и я его встречаю постоянно, когда общаюсь с людьми, то, что котлен — это что-то поверх джавы, ну а библиотека у нас как-то и в iOS, и веб проходит, и от этого возникает некоторый диссонанс. Как такое происходит? Почему? Мы что, какую-то виртуальную машину тащим? Но на самом деле никакой виртуальной машины нет, и официально существует три компилятора. Первый компилятор — это компилятор для джавы. Он исторически более известный, потому что с него все начиналось. Именно он используется потом андроидом. Затем существует компилятор в джаваскрипт, который собирает наш котлен-код в обычный JS. Причем там есть двусторонняя поддержка TypeScript, то есть мы типы TypeScript видим в котлене, и наоборот. Есть еще куча режимов для того, чтобы там собирать библиотеки под то, что принято в JS мире. UMD, AMD, CommonJS, если это кому-то что-то говорит. И бинарный компилятор, нативный компилятор, он компилирует уже без JVM, прямо в ассемблерной инструкции, котленовский код. Вот то, что я говорил, что на macOS, Windows можно это все использовать. И это же используется для iOS, потому что никакой JVM там нет. Эти компиляторы три равносильных и поддерживаются одинаково, в одинаковой степени. Нет какого-то более важного из них. Соответственно, как будет для платформы наша библиотека выглядеть? Ну, для iOS это обычный фреймворк будет, который знаком iOS-разработчикам. Причем они смогут этот фреймворк использовать без знания котлену, так как котлен компилируется в какой-то код, и по опишкам можно просто понять название методов и их использовать. И так даже делают. Я знаю подход, когда есть какой-то центральный репозиторий, куда часть Android-разработчиков уходит в мультиплатформенную разработку, они пишут в U-модели и всю общую логику, а затем из этого центрального репозитория iOS-разработчики подтягивают логику и просто подключают к своим экранам. Они там, по сути, занимаются только версткой. Вот такой подход есть. Потом для веба это JavaScript TypeScript Library. Ну, как я сказал, там куча режимов есть. Ну и для Android это всем понятный и известный Android-разработчикам JAR или Android-архив. Также эти компиляторы, они обеспечивают интероп двусторонний с нативной средой. То есть помимо того, что я показывал, где можно вызывать котлен кода Swift, можно и наоборот из котлен кода вызывать Swift. И как раз с помощью этой технологии и производится общение с платформой. Что нам очень важно, чтобы это было просто, чтобы мы могли использовать нативные API, а не какой-то общий фреймворк. Для того, чтобы общаться с платформой, у нас вот есть наш какой-то проект в библиотеке. И в нем есть несколько модулей, которые ориентированы на конкретную платформу. Код для них называют source-сетами. И в этих модулях как раз можно писать код, который будет интеропиться с местной средой. Ну, например, в iOS, если мы о нем будем говорить, там можно вызывать Swift декларации. Я покажу именно, как это делается. И конкретный компилятор, вот мы рассмотрели три компилятора, он никогда не смотрит на все исходные файлы. Конкретный компилятор, здесь я выбрал iOS, он смотрит вот на то, что выделено зеленым. На общую библиотеку и дополнительно к ней он смотрит на вот этот вот маленький модуль, который уже может общаться с iOS. Ну, и каждый компилятор на свою платформу смотрит. То есть можно общую библиотеку как-то дополнять с помощью этих модулей, которые будут завязаны на натив. И, конечно же, мы имеем доступ к зависимостям, которые на этих платформах приняты. В iOS мы используем как OAPWATS, потом в Web NPM можно использовать, ну и в Android всем известный Mavon. Если мы хотим вызывать в нашей общей библиотеке какой-то платформенный код, что актуально, то у нас используется механизм expect-actual. Он используется следующим образом. Какая-то, ну здесь максимально простой пример. Например, нам нужно в общей библиотеке создать рандомный уникальный ID-шник. Мы ее просто объявляем и объявляем только сигнатуру. Только имя функции, что она возвращает, какие параметры принимает. А на платформе уже делаем реализацию, и компилятор нас заставит их сделать, иначе у нас не получится запустить приложение. Вот. Ну, это простой пример. Давайте более актуальный рассмотрим пример. Здесь нам нужно отформатировать дату, где первым параметром приходит дата в каком-то формате, стандарте, какой-нибудь ISO, а потом вот вторым параметром какой-то формат, паттерн формата нам передается. И возвращаем уже отформатированную дату. Как это будет реализовано, например, на андроиде? Все просто. Реализуется это с помощью обычного и привычного simple date формата. Причем, если iOS-разработчик писал общий код, то он напишет эту декларацию, потом андроид-разработчик просто на своей платформе, когда ему понадобится сделать андроид-приложение, получит ошибку и напишет такой простенький код, и все запустится. А на iOS-е вот как раз демонстрация, когда можно уже вызывать свифтовый код, обращаться к свифтовым API-шкам из Kotlin. Здесь используются классы Foundation, так же, как, кстати, на предыдущем слайде, где был NSUniqueID. Ну, в общем, вот тоже форматирование, оно тоже работает. И теперь давайте вспомним вот эти вот классы, которые я показывал раньше, которые мы создавали и вызывали. И у нас здесь вот куча всяких интерфейсов. Давайте посмотрим, как работать можно с интерфейсами. Вот settings у нас как-то так выглядит. И, например, декларации могут быть такими. У нас есть интерфейс каких-то настроек, в Kotlin мы его объявляем, а в свифте это видится как протокол. И мы можем прямо в свифте его реализовать и передать в конструктор. Соответственно, первый способ предоставления зависимости — это механизм expect-actual, а второй способ — это как раз через реализацию интерфейсов и затем передавать их в параметры конструктора. Это очень удобно, потому что здесь нету никакой прослойки, никакой виртуальной машины нет, как это происходит во многих решениях. Здесь типы, они напрямую мапятся из Kotlin в свифтовый, из свифта обратно. И у меня есть даже табличка, как это происходит. Вот, например, можно что-нибудь посмотреть интересно. Это вот Kotlin'овский мэп превращается в свифтовый дикшенери автоматически, безо всяких действий, нужных на это. Вот, и это делает работу с типами платформенными очень удобной. Плюсы этих обоих решений — expect-actual и передача зависимости через конструктор. Платформенный код использовать просто. И у нас просто нет необходимости в общем фреймворке. При этом у нас сохраняется гибкость, потому что мы используем нативные api. И нет оверхеда от виртуальной машины, просто потому что этой виртуальной машины нет. Мы прямо спускаемся на платформу, компилируем свой Kotlin код. А затем давайте, вот мы ответили на вопрос, чем с точки зрения философии лучше, потом как это реализуется. И давайте теперь посмотрим, сколько можно выносить кода. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, я взял вот такую вот схему из документации Google, но она не будет привязана к андроиду, потому что здесь нет ничего андроид-специфичного, просто схема любого приложения. Google решил вот на такие слои его разделить. И начну я рассказ с дейта лейера, в котором у нас находятся репозитории и дата сорсы. Начнем с дата сорсов. Вот так у нас выглядит просто дата сорс. Это просто какой-то класс, который я назвал remote news. Он должен сходить на сервер, у него есть номер один, потому что потом появится номер два, и получить туда какие-то данные. Как мы это будем делать? Мы не будем использовать механизмы, которые я показал до этого, потому что у нас для этого уже есть библиотека, официальная от Kotlin разработчиков, называется Cater. И она работает ровно так же, как мы делали бы сами. Она тоже спускается на уровень нашей платформы. И под капотом использует NSURL session для iOS. И, например, для JS она использует fetch API браузера или nodefetch в зависимости от платформы. Ну, для Android она там тоже что-то использует. Я думаю, что никто не сомневается в возможностях Kotlin с Android. В общем, Cater, по сути, это такая общая API, которую мы можем использовать прямо в нашем общем коде, чтобы ходить в сеть. И при этом под капотом это не будет никакой своей выдумкой. Оно будет использовать то, что на платформе принято. Соответственно, remote news у нас может быть реализован следующим образом. И здесь, если кто-то не понимает Kotlin, то вот suspend — это какой-то аналог осинка со своими особенностями. А через равно можно функцию написать, если там всего одна строчка, и чтобы не писать сразу return, можно через равно написать. В общем, видно, что наш поход в сеть, он достаточно хорошо работает, и это выносится в общий код спокойно. Но тут нет никаких особенностей на каждой платформе. Затем мы хотим кэшировать все это. И для этого, на самом деле, тоже есть библиотеки. Но если там библиотеки, можно это кэшировать как SQLite, можно это кэшировать, ну, как какие-то преференсы. Но можно пойти уже проверенным путем и просто объявить такой интерфейс и сказать, что нам это подходит. Но учитывая, что есть библиотеки, мы этот слой тоже выносим спокойно в общий код и о нем не думаем. Теперь у нас немного растет схема. У нас добавляется, во-первых, второй сервер, а во-вторых, еще куча всяких непонятных сущностей. Предположим, что мы делаем какой-то сервис новостей, и вот новости — это наш сервис, а чат и пользователи — это мы, например, взяли из Телеграма какую-то интеграцию. В общем, это не наш сервер, мы его не контролируем. Ну, вот такие вот у нас сущности появились. Мы можем их объединить в репозитории, чтобы автоматически выбирать, куда нам ходить. Вот. Объединили их следующим образом, и вот так будет выглядеть код, как это объединяется. Ну, вот код на Кодлине просто пытаемся загрузить. Если не получилось, то берем последнее значение с кэша. Если получилось, то сохраняем значение в кэш. Вот все просто. Если нам нужно, чтобы приложение не было персистан, чтобы после выхода мы могли сразу получить данные, которые у нас были давно. Ну, в общем, понятно, зачем это нужно. И вот эти сущности, которые мы внутрь нашего репозитория запихнули. То есть здесь тоже никаких особенностей нету, понятно, платформенных. И эта логика, ее определяет бизнес. Как именно мы должны писать репозитории, какую стратегию для кэширования выбирать. Но понятно, что это не зависит от платформы практически всегда, но, наверное, всегда. Если зависит, то можно использовать просто нативные репозитории. Давайте перейдем на следующий слой. Это domain layer. И Google туда относит use case. И говорит, что они опциональные, но мы рассмотрим, что у нас use case есть. Я говорил, что это сервис для работы с новостями. И вот предположим, в новостях у нас есть автор, и нам в приложении почему-то надо, не на сервере, а почему-то в приложении сначала сходить и получить новости, а потом сходить и получить авторов этих новостей. Ну вот мы это можем объединить в use case какой-то. И давайте посмотрим, что там будет внутри. Он может выглядеть следующим образом. Тут просто котленовский код. Мы сначала загружаем новости из репозитория, потом с помощью оператора map, который есть во многих языках, значения перегоняем в какие-то другие данные, где у нас уже есть пользователь. Это не самый эффективный способ это сделать, но, наверное, самый простой для демонстрации. Ну, в общем, с use case тоже нет проблемы. Это тоже не какие-то сущности, которые зависят от логики. Они у нас… ой, от платформы, они у нас тоже уходят в общую платформу. А теперь давайте поговорим о UI-слое. И тут тоже существует такое заблуждение, что UI-слой выглядит так, а наша рядом бизнес-логика вот так, ну вот в каких-то простых приложениях. А в каких-то сложных приложениях, которые долго делаются, максимум это уравнивается. И поэтому многие люди говорят, что вот мы берем KMM, у нас вот везде UI, мы вносим маленький кусочек логики. Зачем нам это делать? Почему просто тогда нативно не написать? Мы эту бизнес-логику как-то продублируем. Но проблема в этой схеме… Ну вот. В общем, вот так вот по опыту в нашей компании выглядит… выглядит на самом деле, как это происходит в приложениях. Вот у нас куча приложений, и примерно это выглядит так. Проблема в этой схеме в том, что мы понимаем под UI-леером. Например, Google понимает под UI-леером вот такую штуку. У нас есть какие-то UI-элементы и еще в U-модель. Но то, что мы до этого рассмотрели, оно никак не похоже на 80% логики. Вот это как раз и есть. Такая рядом маленький модуль, который работает. Но на самом деле из UI-слоя тоже можно часть выносить в общий код. И почему это можно? Потому что прямо в документации Google написано, что в U-модель никогда не должна ссылаться на view, зависеть от lifecycle и так далее. Это прямой сигнал к тому, что эта сущность только логическая, там нет ничего связанного прямо с UI, и мы ее тоже выносим в общий слой, а в Android просто ее инициализируем, уже с каким-то нужным lifecycle ее используем, так же, как и в iOS. И вот простая в U-моделька, которая может быть в общем коде. Это достаточно много кода, который будет дублироваться на всех платформах. И различие от Android в U-модельки, например, в том, что другие реактивные примитивы используются. И все. Вот это state flow тут есть, и это просто реактивный примитив, который в себе содержит данные, на которые можно подписаться. И это очень простая моделька. Здесь просто нужно загрузить новости, показать ошибку этой, ну, есть ли ошибка или нет, показать статус бар. И вот уже здесь можно какую-то логику вынести. Вот. И на самом деле, ну, в реальных приложениях это очень много логики. Ну, вот это какие-то штуки, которые у нас ивенты получают от нативной платформы. Вот. А ниже мы просто это все загружаем, как это принято в Kotlin. И на самом деле, вот я сказал, что UI слой мы не можем выносить, и мы пишем его нативно, но в этом поле очень перспективно есть Compose, который сейчас идет в мультиплатформу. Есть Compose мультиплатформ. Он как раз будет делать такое, что мы можем взять на KMM, написать приложение, сразу его везде запустить, оно будет выглядеть, как мы и ожидаем, возможно. Но суть в том, что это решение не обязательно будет использовать. Это отдельная библиотека, которая просто использует механизмы технологии. Кто захочет, может использовать это, кто не захочет продолжить писать нативные виджеты. И вот уже сейчас такие примеры есть. Справа код на Compose, а слева демонстрация. Это я из репозитория взял, по-моему, официального. И получается, если делать выводы, то с учетом нашей вью-модельки, примерно 70% логики у нас это является бизнес-логика, и еще 30% мы пишем UI. На каких-то очень маленьких проектах может быть даже такое, но это, как правило, правда маленькие проекты, UI там пишется очень быстро, и сами проекты, они очень быстрые. Ну а на долгих проектах это может быть вообще прям очень много, и 80% и больше. Ну это просто цифры, которые по нашему опыту, по нашим проектам. И вообще, такие большие проекты, они, конечно, получают больше выигрыша от этой технологии, потому что, ну вот, даже взять тот пример, когда мы сейчас работаем над проектом уже больше пяти лет, и используем все эти преимущества, хотя приложение не переписывали. Вот. Итого, что мы обсудили? Преимущества и недостатки кросс-платформы, которые и так, наверное, все понимают. Философия КММ, и как сама философия избавляет от этих недостатков. Затем, как бы доказали, что это не пустые слова, и посмотрели, как это работает с точки зрения компиляторов, сколько логики, и когда можно выносить в общий код, то, что, ну на самом деле, UI это не так много, и не так страшно. Вот. И в целом, хочу сделать вывод, что для меня, мое личное мнение, что современные кросс-платформные технологии, они отлично работают, если мы хотим прототипировать приложение, если мы не знаем, будем ли мы его дальше активно разрабатывать, потому что писать UI несколько раз для приложения, которое еще не факт, что у нас будет работать, это дорого. Но если у нас есть бюджет, планы, то я бы взял и беру код для мультиплатформ, потому что он признает различия между платформами с одной стороны, а с другой стороны все равно нам позволяет шерить код и очень много времени экономить за счет этого. Вот. Это все. Большое спасибо, Саша. Это было очень интересно. времени у нас достаточно. Переходим к вопросикам. И первый вопрос. Вопросов много довольно интересных, но начнем вот с этого. Стоит ли начинать новый проект с KMM, а не с полноценным кросс-платформным фреймворком, например, Flutter? Если KMM, то почему? Ну вот как раз в конце я сделал об этом вывод, что это зависит от ваших целей. Если цель это проверить быстро идею, быстро выложить приложение в маркет, то, конечно, я бы взял Flutter для этого. Но если речь идет о приложении, которое будет развиваться годами, то мне кажется, что выгоднее даже по времени взять Kotlin мультиплатформ. Спасибо. Как принято реализовывать dependency injection в Kotlin мультиплатформ? Есть ли какие-то общепринятые подходы готовы к библиотеке? Ну или, по крайней мере, чем пользуетесь вы? Ну, это вопрос сложный, потому что на самом деле общего подхода нет, но есть много разных и достаточно популярных библиотек. Они все примерно популярны. Они используют какие-то Kotlin-ские механизмы. По сути, основное, преимущественно, это сервис-локаторы. То есть это не compile-time DI. Но мы в нашей компании используем ручной DI, потому что нам нужна проверка на этапе компиляции, и решений в этом плане надежных нет. Спасибо. Могут ли быть зависимости между общими KM-библиотеками, через что они управляются? Да, зависимости между этими библиотеками могут быть, и они есть. Я показывал Cater. Это и есть общая KM-библиотека. Мы ее просто подключаем в проект, и управляется это так же, как и все зависимости в Kotlin, через Gradle. Оно там выкладывается куда-то, как и другие библиотеки для GVM. Спасибо. Так, довольно провокационный вопрос. Допустим, iOS-разработчик написал KM-модуль, не зная особенности Android. В итоге получилось, что в Android этот модуль нормально не встроишь. Нужно ли знать все платформы, или как это шарится на уровне KM-м? Раньше было наоборот. Раньше, наоборот, Android-разработчик писал код, а он потом на iOS не запускался из-за того, что там особенности были, как правильно использовать память в нативном Kotlin. Но сейчас эту проблему убрали, и с обратной стороны никогда не было такой проблемы, но сейчас этой проблемы нет ни с какой стороны. У нас обычные Kotlin-конструкции, которые компилируются в язык, и особенностей фреймворка знать не нужно, потому что оно не использует особенности фреймворка, оно просто компилируется в язык. Я от себя еще дополню, что у KM-модуля такая структура, что у вас есть код, который будет работать либо везде, либо будет он работать только на определенной платформе. А так сейчас, по крайней мере, уже так не сделать, что будет работать в одном месте, но не будет работать в другом. Времена изменились. Вот неплохой вопрос. Пиши, пожалуйста, пару проблем, с которыми вы столкнулись, начав воспользоваться KM-M в Prode. Причем интересует именно то, что было неочевидно на момент чтения статьи и документации. Ну или на основании чего, можно сказать, вы потом сами придумали эти статьи и документацию? У нас очень много опыта. Мы больше двух лет используем эту технологию, может быть, еще больше, я не знаю. И в начале проблемы были просто совсем. Сейчас это все становится лучше и лучше. Остаются проблемы в том, как все-таки из свифта видны конструкции Кодлина. Потому что не все фичи Кодлина поддержатся в свифте, и поэтому что-то может выглядеть некрасиво. Куча у нас есть статей по поводу Кодлина, но они связаны именно больше с обучением, потому что именно KM-M, она технология, набирающая только популярность, и поэтому в основном мы обучаем сотрудников. И вот это минус, который у нас есть. Я еще добавлю, у Айсрок есть специальный корпоративный университет, который доступен для всех остальных, то есть это не их внутренний ресурс, и там как раз они описывают и все эти проблемы, с которыми столкнулись, и сэмплы делают. То есть это как раз полноценный учебник КММ. Ну и те, кто хотят узнать побольше про КММ, посмотрите, пожалуйста, доклад Алексея Михайлова за Юнинский Мобиус. Он как раз там у нас выступал с рассказом про то, какие вообще бывают проблемы КММ, и как интеропить между свифтом и Кодлином. Так, если, например, есть цель, что-то простое типа библиотеки для аналитики, для двух платформ, есть ли причины не использовать КММ? Библиотека для аналитики, которая потом отправится в нативное приложение? Похоже, да. Ну, причины могут быть, если вас беспокоит то, что API-шки могут выглядеть некрасиво, потому что у меня был опыт разработки библиотеки на КММ, которая содержала кучу сложной логики, но для того, чтобы это все было красиво для свифта разработчиков, был отдельный у нас человек, который взял мои некрасивые котленовские конструкции, которые скомпилировались, и завернул в красивые свифтовые. Вот, поэтому если речь идет о вью-модельках, то это не так важно, потому что, ну, это внутреннее приложение. А если о публичном API, то вот здесь могут быть проблемы, и они решаются, ну, вот, с дополнительным слоем вручную написанным. Если это будет того стоить, то тогда нужно использовать, если нет, то не нужно, я бы не советовал. Спасибо. Очень много хотят, похоже, узнать ваших промышленных секретов. Как вы работаете с локализацией строк в Kotlin Multiplatform? Если спросить вопрос, как мы работаем с чем-то, то практически всегда ответ будет, у нас есть для этого библиотека, и для работы с ресурсами не только со строками, это и картинки, и музыка, ну, какие-то файлы, асеты. В общем, у нас есть библиотека, которая называется Mocha Resources, и она берет нашу общую папочку, где лежат все ресурсы, и во время компиляции растаскивает их в андроидовские ресурсы, потом часть растаскивает в iOS-овские в нативном и привычном виде. То есть мы используем их все в общем коде, у нас для этого библиотека есть специально. Спасибо. Так, вопросов очень много про конвертацию к ММ в iOS. Вопрос. Ага. Вот, мне очень нравится вопрос. Спасибо за интересный доклад. Тебе передает Антон Исциана. Спасибо тебе, Антон Исциана, что нас слушаешь. Так, ты рассказал про КММ как инструмент разработки конечного приложения. Как, на твой взгляд, готов ли КММ для использования в качестве инструмента разработки сторонних зависимостей, которые потом могут быть использованы в разных приложениях? Да, это немного пересекается с вопросом, который был до этого. И если эти зависимости будут тоже в Kotlin приложениях, то тогда нормально. Но если это будет какая-то библиотека, чтобы я использовал нативный мир, то придется писать обертку над этим API. У меня был кейс, и там было много сложной и математической логики, которую дублировать просто было дорого. Поэтому мы решили ее написать на КММ. Но для разработки библиотек таких общих, где их быстро можно написать, я бы не использовал КММ. Интересно. Ну, он как раз, в принципе, пересекается с твоим тезисом, почему КММ не кросс-платформа, и когда хорошо кросс-платформа, когда не кросс-платформа. У нас довольно много вопросов от айосеров, которые, видимо, заинтересованы. А что же внутри КММ происходит для преобразования в айос-потоки? Ну, вот как раз, наверное, это больше вопросик про ваши рецепты. Как вы, например, решаете проблему с направлениями потоков в айос, если в КММ-модули саспент-функции торчат наружу? Мы просто не используем саспент-функции, которые торчат наружу, потому что это слабое место, это фича, которая есть в Kotlin, но ее нет в айосе, и нормально она выглядит не будет. Хотя сейчас уже это автоматически компилируется в callback, но мы используем, наружу выдаем какой-то класс, и в айосе для него пишем экстеншн, на который можно на него просто подписаться, как обычный свифтовый класс. Да, это, скажем так, хорошая такая практика, когда все ваши работы с многопоточкой вы просто запихиваете вовнутрь общего модуля и там все это внутри решаете, а наружу отдаете просто красоту. Это то же самое к вопросу про flow в айосе. Это можно попросту посмотреть какие-то там готовые сэмплы, как flow просто создать свой callback и затем уже прикрепить, либо попросту все это порешать на уровне шарит-модуля. Вот хороший вопрос. Не сталкивались ли с проблемами тормозами в норму garbage collector и под айос? Вероятно, интересует уже Kotlin версия 1.7.20. Когда новый уже стал дефолтным, не знаю, у нас таких проблем не было. В принципе, за все время у нас не было проблем с тормозами. Были проблемы, вот композ, который сейчас выходит для айоса, он люто тормозит, но это связано с его реализацией, а не с технологией. В самой технологии не было тормозов. Спасибо. Так, есть вопросы, про что конвертируются реактивщины из KMM-Swift, но это уже ответили. Скажи, пожалуйста, а вот вы пробовали уже сами реализовывать UI или щупали вы, например, этот композ в своих проектах? Общий код имеется в виду, да? Ну да. Да, у нас было несколько попыток. Первая попытка была до того, как был анонсирован композ мультиплатформенный. У нас была своя библиотека MocoWidgets, и она делала то, что сейчас делает композ, только немного менее удобно. Ну, много менее удобно, поэтому мы ее не используем. Потом мы пробовали композ. Ну, в продакшене мы его не используем, но просто в качестве попробовать мы пробовали. Он тормозит, но были решения, которые композ отрисовывает не с использованием канваса, а также, как и кейтер, делегирует это на нативные виджеты. Такие решения мы тоже пробовали. Ну, вроде работают нормально, но они неофициальные пока что, поэтому в продакшене мы их не используем. И последний вопрос, после чего мы переместимся в дискуссионку, дискуссионка прямо, выходите из зала и налево. Вот пробовали ли вы KMM для веба? Есть ли какие-то особенности работы с ним? KMM для веба, ну, я могу сказать, что я сам пробовал, вот, и это уже не называется KMM, но особенностей там много, потому что JS — это динамический язык, а Kotlin — статически типизированный. В принципе, если сравнить опыт на TypeScript и на Kotlin JS, то поболее одинаково, но это везде больно. Это связано с JavaScript и с его инфраструктурой. Большое спасибо. Еще раз похлопаем нашему спикеру. Да, доклад будет доступен в вашем личном кабинете. И те, у кого остались вопросы, пожалуйста, в дискуссионку, спикер ваш. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.